Я думаю, если бы японские камикадзе вели себя как украинское правительство, то Япония до сих пор бы воевала с Соединенными Штатами на Тихом Океане. Во всяком случае, принцип японских самураев «дух сильнее» как-то ушедшему правительству не свойственен. И, кстати, получили такой политический феномен Станбольмского синдрома украинских избирателей, когда правительство, у которого в активе нет ни одного позитивного социально-экономического показателя, тем не менее в лице Арсения Яценюка, получило поддержку на выборах. Собственно, далеко хоть и не надо, есть нынешнее веерное отключение электроэнергии, это как раз результат деятельности этого правительства, которое еще весной заявило о том, что оно будет стремиться к энергетической независимости Украины, тем не менее, привело к ситуации, когда теперь не только российский газ покупаем, но еще и стоит вопрос о закупках российского угля и электроэнергии. Ну, собственно, такой сухой остаток. Говорить о том, что золотовалютные резервы сократились практически вдвое, до 12 миллиардов долларов, о том, что фактически бесконтрольным стал рост государственного долга, который достиг 75% уровня, не буду об этом неоднократно говорить. Теперь же на смену пришло правительство технократов. Ну, собственно, моя оценка, ну, тут у журналистов такой неформальный конкурс, такие на метафоры, на название, как точнее определить это правительство. Пожалуй, лучше всех выразилась Юлия Лываль, которая сказала о том, что это правительство отопительного сезона. Собственно, и она очень близка к истине, поскольку вряд ли это правительство будет способно провести те реформы, которых ждет сегодня общество и которых требует экономическая и социальная ситуация в стране. Очевидно то, что, во-первых, максимальная неадекватность предметной отрасли при иллюзорной привлекательности. Это правительство будет делать вид, что он и технократы. Поскольку, во-первых, правительство формировалось точно по такому же квотному, пресновутому квотному принципу. Чтобы мы не говорили про отказ от него, тем не менее, этот квотный принцип был соблюден. Второй момент. Делалось это достаточно непублично. Третий момент. Мы не увидели, собственно говоря, что же предлагают эти министры. Программа единственности. Прибывается догадываться, допустим, заглядывая в то, что делал в 2009 году Квиташвили в Грузии с реформой здравоохранения. И картина получается достаточно такая грустная. И, наконец, привлечение иностранцев в правительство. На этом я хочу остановиться отдельно. Собственно говоря, сам факт привлечения иностранцев к работе в правительствах, это используемая практика. Это допустимо, но только в качестве экспертов, консультантов, но никак не тех людей, которые проводят политику. Почему? Спрашивается, зачем тогда стоило проводить, гранить огород с досрочными выборами, рассказывать людям о том, какие мы крепкие профессионалы, что мы знаем, что и как делать, что у нас есть команды, когда оказалось, что таких команд нет и приходится приглашать на ключевые посты в правительство иностранцев. Тут встает вопрос о дефиците политической ответственности и вполне сознательном обмане избирателей, которые поддержали те политические силы, которые сформировали коалицию по итогам выборов в Верховную Раду. И есть целый ряд моментов, ну, собственно, кокетничание с законом. Просто интересно, лишиться, ну, уйти от ситуации с двойным гражданством не так уж и просто. Что бы там ни говорили о том, что автоматически ничего подобного, юристы, международники говорят, что одним заявлением в декларации это не делается. Во-вторых, интересно, как будут вести себя наши ура-патриоты, когда тот же, допустим, господин Абармавович Силипидашвили будет отчитываться перед Верховной Радой. Полезут ли они с молоками на трибуну. Ведь для госслужащего знание и владение государственным языком является обязательным. И, наконец, такой небезынтересный вопрос, как защита национальных интересов. Ведь работа правительства предполагает доступ к информации, представляющей государственную тайну. А что случится, если по отчаянию спустя полгода кто-либо из министров-легионеров, заявив о том, что не оценили масштаб и грандиозность его планов, просто уйдет. Оставив украинский паспорт на тумбочке, прихватив, допустим, информацию, которая, как известно, денег стоит. То есть очень много подводных камней. Кроме того, не стоит забывать о том, что фактор, если раньше внешнее управление осуществлялось через меморандумы МВФ, через его маячки, то теперь с приходом иностранцев-украинцев встает вопрос, неужели западные доноры настолько не доверяют украинской власти, что приходится ставить непосредственно внешних управляющих. Здесь, смотря на вот эту прогрессивную инновацию, я не удивлюсь, если через полгода вот станет вопрос от молониальной администрации. Тем более, что уже была из истории, мы хорошо помним, что уже был Петр Алексеевич, который тоже приглашал иностранцев. Вот такая получается достаточно непростая картина. Поскольку я не хочу пока говорить, кто что, будем смотреть по делам. Биографии доступны. Хорошо можно понять, что, допустим, тот же Квиташвили навряд ли будет заниматься чем-то принципиально отличным от того, что он делал в Грузии. А в Грузии он занимался оптимизацией сети здравоохранения, переходом на систему страховой медицины, то бишь его коммерциализацию. И если посмотреть в коалиционное соглашение, мы там увидим такой пунктик, который противоречит действующей Конституции о возможности закрытия медучреждений, тогда становится понятно, зачем конституционное большинство и что будет делать Квиташвили на посту министра здравоохранения. То есть, поэтому, с учетом коалиционного соглашения и персоналей на постах, очевидно то, что увеличение бедности и нарастание социальных проблем является вполне и абсолютно ожидаемым. Это означает то, что основной политический риск 2015 года это риск силового завершения вертикального конфликта, который не закончен на Майдане. И с учетом того, что социальное напряжение будет расти, то есть это вопрос времени, когда это случится. Победят верхи, получим авторитаризм, закручивание гаек и, как говорится, Министерство правды, Министейс, как его метко и едко окрестили журналисты, будет просто станет одним из звеньев в этой цепи. Победят низы, ну, очень высок риск того, что государство просто может развалиться и фрагментироваться. И несколько слов о парламентских комитетах. Конечно, ну, собственно, политические силы, которые пришли к власти с мозгом, но к жизни по-другому, такое разделение, такой, скажем, подход отнюдь не украшает. То есть победитель получает почти все. Ну, это как-то не вяжется с европейскими подходами, защитой права оппозиции. Поскольку мы прекрасно помним в 2012 году, когда победила партия регионов на выборах, тем не менее, Свободовец Кашулинский получил пост вице-спикера. Нравился или не нравился кому-то в большинстве, но, тем не менее, такой хотя бы эфемерный баланс был соблюден. В нынешнем распределении комитета Верховной Рады и тени политического компромисса мы не наблюдаем. А значит, то, что Верховная Рада, как и прогнозировалось после выборов, будет крайне снажна, несбалансирована и противоречива. И, говоря о персоналии спикера Гройсмана, я боюсь, что эта Верховная Рада может оказаться тем конем, который ему окажется не под силами, который он на повороте сбросит, а, возможно, и сам расширится. Спасибо большое.